Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. И начинаю я его, естественно, с покупок в Avibress. Куда я без этих покупок? В общем, всё, что я сегодня покажу, мне очень-очень понравилось. Давайте я начну немножко с косметики. Как всегда, все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Карандаш для бровей. Вот такой я на него оставлю ссылку. Это люкс визаж. У меня 308 тонн. Очень мне понравился. Его не нужно точить. Я его сейчас еще поближе вам покажу. Вот такой вот он тоненький. Хороший оттенок. У меня 308 оттенок. Хороший карандаш. Не размазывается, выкручивается, не надо точить. В общем, супер. Мне понравился, девочки. Очень классный карандаш для бровей. Не знаю, как для блондинок, но для моих вообще супер. Я заказала себе второй такой же. Вот на днях его получила. Еще даже, видите, не распаковала. Также я до этого на Вальберис заказывала одну милую вещицу. Я заказала ее для себя, но мне кажется, что можно и на подарок. Скоро Новый год. Смотрите, какая штучка. Знаете, что это такое? Это подставка под телефон. Я заказала специально. То есть это как хлебушек. И здесь вот такой миленький котик. Я сейчас поближе тоже вам покажу. И ссылку, конечно же, оставлю. Ставлю телефон, когда на кухне готовлю. Еще что-то, знаете, потому что у меня телефон вечно валяется где-то. А так поставила. Даже если я аудиокнигу слушаю, просто поставила вот сюда телефон. И все, он у меня уже никуда не дьется. Кстати, классно. Она такая... Она керамическая, мне кажется. Но она такая прям увесистая. Там еще есть другой вид хлебушка. Есть еще книжка. Есть, по-моему, компьютер. В общем, смотрите, какая милая штучка. У меня на кухне она стоит теперь. Классно. Сейчас я все поближе это покажу. И также я заказала вот такой вот... Я его держу, храню в пакетике. Это кислородный пятновыводитель. Очень классная вещь, девочки. Я прям хвалю, хвалю, хвалю. Вы знаете, я вообще при каждой стирке добавляю немножечко в барабан или смешиваю со стиральным порошком. Я добавляю всегда отбеливатель. Ну, какой-то пятновыводитель. Вот этот, кстати, я добавляла и в цветное белье. Но в цветное я добавляла чуть-чуть поменьше. Чем в белое, в белое побольше. Так как он еще является им отбеливателем. Кислородный. Вообще здесь написано кислородный очиститель. Но это пятновыводитель универсальный. Но он отбеливает еще, по мне, так белые вещи. Очень хорошо. С цветными вещами тоже хорошо. И вообще вот эта штука очень универсальная. Можно чистить все. Даже кастрюли, засоры. В общем, все-все-все. Давайте я вам сейчас поближе покажу. Так, давайте покажу. Вот карандашик. Я на него просто ссылочку оставлю. Так, где я тут начерикала? Вот я начерикала. 308 оттенок. Вот второй карандаш. Я просто ссылку оставлю. Все равно мелко очень написано. Не знаю, видит кто-нибудь что-нибудь. Вот 308 тонн. Вот такой вот. Очень классный карандашик. Всем советую. Вот такая вот милая подставочка. Смотрите, какой котик миленький. Девочки, ну класс же. Смотрите. Котик такой на хлебушке лежит. И вот этот вот кислородный очиститель. Пришел он мне вот так вот запаковано. Все было в пакет. И еще было еще в пакет. Мне положили в пакет, в пакете пакет. Вот. Здесь он выглядит вот таким. Здесь он выглядит вот таким образом. Идет мерная ложка. И видите, он как гранулки такие. Да? Видно? Вот. Видно. Вот такой вот. Очень классно. Добавляю я его чуть-чуть. Немножко при стирке. И при каждой стирке, если вещи совсем у меня загрязнены, например, те же белые кухонные полотенца или что-то в этом духе, то можно замочить. Здесь еще идет инструкция. То есть, как пользоваться полностью. Здесь вот видите, очень понятно инструкциями. Мне кажется, очень все понятно. Развести с водой там и так далее. Вот. При стирке я его добавляю, ну, в зависимости от количества белья. Если на белом белье у меня прямо пятна, я вот замачиваю, то есть не застирываю пятно, а именно развожу вот этот вот очиститель с водой горячей. Потом она немножко остывает. Я просто в тазик все добавила и потом забросила в стиральную машинку. И вообще пятна отходят идеально. Девочки, всем советую просто от всей души. Вот так вот он выглядит. Сейчас покажу вам его в действии. Ну что, вместе с вами я решила очистить вот этим кислородным очистителем кеды, который носил осенью мой младший сынок. Я скажу вам сразу, что... Смотрите, я добавила порошок, добавила немножко горячей воды. И видите, сразу пошла вот такая реакция. Видите, прям дымок такой идет. Я немножко оставляю эти... Как бы гранулы растворяются. И потом я добавляю уже воду тепленькую. То есть разбавляю, потому что... Ну, я все-таки не ткань, да, а именно саму подошву. Чтобы не разъела клей. Там даже в инструкции указано, что можно очистить подошву у кроссовок. Вот я немножко разбавила. В общем, эти кроссовки я пыталась очистить вот чем только можно было. У меня в доме ничего не помогало. Они все вот такие вот... Ой, ну, мальчишки, они есть мальчишки. И решила вот... Немножко я решила щеточкой вначале по подошве пройтись хорошенечко. Чтобы, ну, так, скажем так, подчистить, да. Снять основную грязь, можно так выразиться. Хотя они у меня чистые. То есть я их уже истирала. И, в общем, чем только не пыталась отмыть. И потом я замочила. Буквально на полчасика оставила. Еще раз прошла щеточкой. Смотрите, какая разница, да. Вот один у меня кроссовок. Почистила я его. Я щеточкой не так уж сильно там прямо не стояла, терла, знаете, до посинения. Нет. Буквально слегка прошлась. А вот этот грязный, тот, который я сейчас тоже замочу. И буду потом... Пройдусь щеточкой быстренько. И смотрите. Ну, это просто разница. Вообще класс. Класс просто. И подошва не испорчена. То есть она не разъелась, ничего. Просто отошла вся грязь. Также я решила перестирать все свои кухонные полотенца. Хочу показать вам вот одно. Видите, у меня здесь огромное жирное пятно. Я собиралась на самом деле его выбросить. Но решила замочить. Но я забыла, оставила. Я часа на четыре, наверное, оставила. Вообще забыла, что я замочила полотенечко свое. Потом постирала. И смотрите, пятна этого нет. Я вообще прям в восторге. Я теперь решила вообще перестирать все заново, все свои кухонные полотенчики. Обожаю, кстати, белые. Именно вот такие вафельные полотенца. Очень хорошо все отстиралось. Погладить. И вообще полотенечко практически как новое. В общем, этот очиститель кислородный я вам очень рекомендую. Честно, от всей души. Потому что он действительно классно работает. И не надо, то есть вот, например, белые вещи, белую футболку, да, с пятном у меня была. И я ее не застирывала. Просто налила воды, замочила. И потом в стиральную машинку. И все. Все отошло замечательно. Действительно классно работает. Плюс еще его можно, видите, использовать прям для очистки засоров. Можно и... Ну, в общем, все, что вы хотите, можно. Мне он действительно понравился. Я буду заказывать еще. Тем более за такие деньги. Мне кажется, это вообще супер вещь. Вот. Заказать можно на Вальборис и на Азон. Ссылочки я вам, конечно же, оставлю. Обязательно переходите. Приобретайте. Очень рекомендую. Вот. Ну, а я еще сегодня... Девочки, я до того, как второй раз в этом году заболела. Знаю, что сейчас еще многие болеют. Я всем желаю здоровья. Не болейте. Берегите себя. Побольше питья. Не знаю даже как. Но у нас, по крайней мере, в Санкт-Петербурге очень много болеет. У меня сын. Вот уже младший. Не учится. Они ушли. Не на дистанционное, а на... Как это сказать? Раньше на каникулы. Вот. А старший, к сожалению, для него учится все еще. Вот. Так что... Так что, да. Болеющих сейчас очень много. Половина класса точно у нас сейчас не ходит. Вот. Короче. Когда я болела, я до того, как заболела, я заказала кое-что на Ламоде. И... Я забыла вам это вообще показать. Я счет сняла и потом заболела, лежала и думала... Ну, я вот... Будет видео какое-нибудь, я вставлю обязательно, потому что я заказала себе комбинезон. И я сейчас в этом комбинезоне хожу, и я просто не нарадуюсь. У нас то минус 7, то минус 10, то минус 5. А он такой тепленький, классный. Девочки, я вот прям... Не знаю. Хотя... Хотя, если так посмотреть, то он такой странный немножко, да. Странная такая одежда. Я всегда, по крайней мере, когда смотрела на комбинезоны подобного плана, я всегда думала, что они немножко странно выглядят. Он очень тепленький и очень классный. Так что давайте я вам вставлю вот эти вот мои старенькие кадры, покажу. Но я могу сказать, что я его ношу сейчас с огромным удовольствием. Уже стирала его много раз, и катышки не образовались вообще нигде. Ни вот области подмышек, ни между ног, нигде. То есть качество материал очень классное. Но он сейчас этот комбинезон подорожал. Я вам, конечно, ссылку оставлю, но он сейчас стоит уже дороже, чем я его покупала. Я не помню, за сколько я его покупала. Но сейчас где-то порядка тысячи рублей он стал дороже. Ну, сезон. Сезон теплой одежды. Вот. Так что давайте покажу. Пришел товарищ. Скажи, меня показывай. Что ты показываешь ерунду всякую? Меня надо показывать. Я самый лучший, да? Я самый лучший в мире кот. Да, Касперюша? Ты сказал всем привет? Девочки, смотрите, что я себе сказала. Слушайте, это огонь вообще. Каспер, ты тоже красивый. А как же без тебя вообще никуда? Давай шерсть набросай. Шерсть набросаешь, мой? Да, моя котечка. Да что такой несчастный кот-то у меня? Мать, совсем не обращает на него внимания. Бедный котик. Смотрите, что делает, да? Я девочкам хочу показать. Каспер, надо показать. Вот вредина. В общем, смотрите, все уже. Вот она, красота моя. Вот она, красота мамина. Смотрите, какой крутой комбез я взяла, девочки. Это огонь. Единственное, что он не подойдет. Видите, вот в этой части узенько. То есть он идет широко в бедрах, а здесь узенько. На большую грудь, мне кажется, не пойдет. У меня грудь маленькая, мне вообще супер. Но весь прикол в том, я сейчас примерю покажу. Ну, Каспер, дай покажу. Не ори. И здесь флиз. Точнее, я называю это начес. Если вы увидите, это я на ламоте сказала. Я сказала, уже нет. Ты меня сбиваешь, Каспер. Там написано, что комбинезон с начесом. Есть кармашки. Здесь вот такая вот шерсти, все уже понятно. Вставочка. Вот здесь, вот в этой части. Вот, и идет вот такая, видите, за... То есть внахлёст, чтобы вообще ничего не продувало. Ну, здесь вот такая бирочка. Здесь тоже кармашек есть. Капюшон довольно-таки глубокий. Вот, но вот с такой уже подкладочкой капюшон. И здесь вот такая, видите, вставочка. Тоже идет очень приятно. Сейчас я, давайте, примерю, вам покажу. Да, примерим, Касперюш. Касперюша хороший. Мама, скажи, что ты делаешь? Сейчас я, девочки, быстренько вам примерю. Ссылку оставлю. Но ламоте заказала, да? Я уже сказала. Вот. Ну и по росту. Мне немножечко длинноватый. Но на высоких девочках, мне кажется, там отзывы были. Вот эта часть, может быть, вот в этой. То есть от плечей вот до сюда, может быть, мне кажется, маловато. Вот. Так что сейчас примерю. Ну что, смотрите. Вот так вот выглядит этот комбинезончик. Он такой мне достаточно, ну вот здесь вот. Здесь вот можно было по, как бы, как сказать, посвободнее. Но я не стала брать больше размер, потому что вот эта часть, она мне была подлиннее. Я взяла эску, не знаю, говорила я вам, размер или нет. И по составу забыла сказать, здесь 70% хлопок, остальное полистер. Ну, стоять на 30% полистер. Вот. Так, сейчас мы оденем капюшончик. Капюшончик. Вот так вот выглядит с капюшончиком. Вот. И застегнуть можно, смотрите, как. Плохо. Я сейчас одела на, ну, короче, на нижнем белье. Одним словом, да? Вот так вот капюшончик. Вот до сюда все застегивается. И из-за того, что здесь, действительно, правильно, сделаем внахлёст. То есть полностью получается закрыто горло с начесом. Очень тепло. И вот эта часть, ну, мне достаточно, как бы, свободненько, да? Размер побольше. Получается здесь подлиннее. Но я думаю, что на большую грудь не пойдет это. Вот. По длине мне можно было бы покороче. Вот. У меня метр шестьдесят пять. Длина. Длина. Я ростом метр шестьдесят пять. Вот. И, ну, пусть будет так присобрано. Супер. Слушайте, для тех, кто гуляет, особенно с детьми, да? Когда нужно постоянно наклоняться. Я не стала, кстати, брать побольше размер. Почему? Потому что я куртку сверху планирую одевать. То есть, одели костюм. Ну, вообще можно зимой, например, термобелье, которого у меня, кстати, нет. Вот. Но надо приобрести. Вот этот комбинезон. И куртку сверху одевайте, которую вот, ну, чтобы прикрыто было все. Я не стала, а выглядит и будет выглядеть у вас, как будто у вас просто одет спортивный костюм. И при этом тепло. Единственный вопрос, который задает мне муж, когда видит подобные вещи, это как я буду ходить в туалет. Я ему все время отвечаю, что я беру это на прогулку, и на улице я в туалет куда-то под кустиками, особенно в мороз, не хожу. Извиняюсь за такую подробность, но я знаю, что меня тоже об этом спросят. Наверняка. Поэтому сразу отвечаю. Вот. В общем, вот такой вот. Вот такой вот у меня комбинезончик. Если я буду наклоняться с собаками, с детьми, еще что-то, у меня не будет никаких, ну, ничего здесь вот сзади не будет задираться. Сзади выглядит просто вот так. Вот таким вот образом. Вот. И вот так вот выглядит. Супер. Мне нравится. Я вообще довольна. А еще размер побольше. Вот М-ку, да, я мерила. В рукавах она тоже немножко побольше. Но когда сильно объемно, еще сверху куртку одевать, мне кажется, не очень. Есть в разных цветах. Есть еще красненький. Вот я думала, мне красненький или зелененький. Но мне больше под мою одежду подойдет вот такой зеленый цвет. Да, можно и с черным, и с каким-нибудь коричневой курткой, и с чем угодно. В общем, супер, девочки. Мне так нравится. Я не думала, что я подобный комбинезон всегда-то куплю. Но мне главное тепло. Чтобы все у меня было закрыто, все у меня было тепленько. Супер. То есть можно вот так вот закрыть, и у вас и горло будет закрыто, да. И все везде закрыто, все везде прикрыто. И вообще супер. Но мне нравится. Здесь молния, кстати, с этой стороны она тоже расстегивается. Вот так вот. Не знаю, зачем. Это же женский комбинезон. Зачем так сделано? Ну, тоже загадка. В общем, супер. Мне нравится. Я довольна очень. Он не сильно... Ну, вот здесь вот немножко обтягивает. А вот здесь вот на бедрах так вообще у меня свободненький. Ну, здесь вот в талии. Но талии у меня отсутствует. Поэтому вот супер. Так что да, осталось купить мне термобелье. Я к зиме готова. Супер. Также хочу вам подарить кусочек новогоднего настроения. Мы потихонечку, точнее не мы, а мой муж, начал украшать, ну, скажем так, участок, фасад здания, можно так выразиться, к Новому году. Это Туя. Он ее вот так гирляндой обмотал. Тут, конечно же, со мной вышли все мои дети, хвостатики. И вот такую гирлянду он еще повесил под крышу дома. Очень такое, ну, новогоднее такое настроение создает. И еще гирлянда. Но она у нас все время висит вот на беседке. Видите, тоже такая цветная. На самом деле очень классно. Прям уже хочется поставить елочку. И мы, наверное, в ближайшее время будем украшать дом уже внутри. Вот. Муж еще запланировал тут кучу гирлянд всяких разных. Вот тут девчонки мои. Снега у нас уже столько выпало. Достаточно холодно. Они со мной вышли посмотреть, что же мама делает. А мама с вами делится новогодним настроением таким классным. Вот. Мне очень нравится, как вот украшена туя. Получается, как такая елочка. Она у нас еще под фонарем тут получается. В общем, вот так вот все выглядит со стороны. Очень классное настроение. Вот. Ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться. Не болейте. Желаю всем здоровья. Всего самого наилучшего. Вот. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, все ссылки я вам оставила под этим видео. Всех люблю, целую. И до новых встреч.